Коронавирус – тема номер один в свете. Любая тема, которую активно обмерковывают широкие массы, рано или поздно начинают брастать чутками. Недохоп веда у расповсюдживания недокладной информации, выкликаясь от насельництва панику. Но медики завсёдых готовы сопростоять мифам об ситуации с инфекцией в регионе. Головный урож областной инфекционной больницы Сергей Бирыш отказал на питании нашего корреспондента Миколая Скинтияна. На сегодняшний день в инфекционной больнице в нашем учреждении находится 161 человек на утро сегодняшнего дня. Конечно, динамика ежедневно меняется. Есть пациенты, которые поступают к нам по направлению из центральных районных больниц Гомельской области. Есть пациенты, которые выписываются. На сегодня доставки ещё не было, хотя заявлено, обычно это осуществляется по предварительной договорённости, заявлено уже на госпитализацию сегодня 8 человек. Пока ожидаем. Но выписка после обхода уже определились с количеством выписываемых пациентов. На сегодняшний день выписывается 24 человека. 20 выписывается домой, трое переводятся на реабилитацию в живицу. И один пациент выписывается с положительной динамикой в кожный нейрологический диспансер, где организована помощь таковым. То есть цифра практически в течение недели не меняется, где-то остаётся плюс-минус такой же. И при этом учтите, что коечный фонд больницы составляет 226 человек. Возрастной состав разнообразный. Есть и дети, были и совсем маленькие дети. И есть люди, которые достигли 90 плюс-минус возраста. То есть какой-то определённого возраста для такой инфекции не существует. Оказана помощь всем, кто в ней нуждается. В критическом состоянии в данный момент в нашем учреждении пациентов нет. Хотя в реанимации находится 5 человек. Назовем это состояние тяжёлым. Все пациенты, которые находятся у нас сейчас в отделении реанимации, не только они получают кислород, ингаляцию кислорода. В других отделениях, за исключением реанимационного, у нас тоже сделаны накануне буквально начала поступления в стационар больных. Сделаны дополнительные точки доступа к кислороду. Поэтому кислород они получают и в другом отделении. В данный момент на искусственной вентиляции лёгких пациентов у нас нет. В целом, как вы оценили бы ситуацию с коронавирусом в регионе, как медицинский работник? По поводу ситуации в регионе, более подробный ответ, наверное, вам ответил бы Центр гигиены и эпидемиологии. Но я буду говорить на основании того, каких пациентов нам присылают, как я уже говорил, из центральных районных больниц. Сказать, что какое-то массовое поступление, не могу. Бывают дни, когда больше поступают, бывают дни, когда меньше пациентов направляется к нам на госпитализацию и из райцентров. Но в целом, сказал бы, есть какая-то стабильная такая цифра, которая на сегодняшний день колеблется в пределах определенного коридора. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, здорового образа жизни, этих мер на сегодняшний день достаточно? Ну, это те меры, которые применяются не только у нас, а на всей планете. Мы следили за тем, как развивается ситуация в других регионах, странах. Вот, точно такие же правила, как там, так и у нас. Масочный режим. Санитайзеры во всех общественных местах публичных, магазинах, транспорте. Ничего тут сверхъестественного нет. Мы пользуемся и рекомендуем пользоваться так же, как рекомендуют пользоваться этим везде. Это актуально. Не пользоваться, надо соблюдать социальную дистанцию. При всем при этом хочу напомнить, что маска оберегает не того, кто ее носит, а окружающих людей, от того, кто одел маску. Ну, а если в популяции будут все пользоваться масками, то, конечно же, вероятность передачи вируса от человека к человеку значительно уменьшается. Спасибо за информацию. Пожалуйста.